урок на всю жизнь ночная поездка по городу обернулась дтп кто посадил за руль нетрезвого бесправника без мысли о последствиях на озере белый берег под лед провалился пенсионер он его поддерживал сколько мог до прибытия оперативной группы мчс и оказания уже помощи стоит ли рыбалка жизни трейдинг обернулся потери денег бобруйчанка пыталась по-быстрому заработать только тогда она поняла что ее обманули мошенники какова цена легкого заработка это сирена громкие чп за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 7 минут засекайте автошкола с градусом в бобруйске ночная поездка закончилась дтп в конце прошлой недели местный житель будучи сильно под шофе решил научить водить свою знакомую которая тоже была под градусом урок было решено проводить на проспекте строителей курс длился ровно две минуты девушка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части после чего влетела в припаркованное авто в аварии никто не пострадал когда мы едем когда мы едем так ну так я уже научилась давай да куда ты едешь ты издеваешься на дворе медосвидетельствование показало у водителя 2,1 промилле прокатилась пара на пять протоколов в три заработал горе водитель в бобруйском районе спасли рыбака который вышел на тонкий лед дежурную службу мчс поступило сообщение о тонущем мужчине на озере белый берег по счастливому стечению обстоятельств в совершенно безлюдном месте проезжал местный житель который обнаружил машину на обочине а на расстоянии 15-20 метров от берега провалившегося под лед рыбака со слов свидетеля он его поддерживал сколько мог до прибытия оперативной группы мчс и оказания уже помощи но человек получил достаточно сильное переохлаждение что и в дальнейшем может сказаться на состоянии здоровья пока информации о последствиях нету при температуре воды как сейчас у нас в реке березина 0,2 градуса плюс это 3-4 минуты и даже тренированный человек теряет способность не просто там плыть двигаться оказать самому себе помощь ну просто элементарно позвать на помощь с начала года на водоемах страны утонуло 20 человек 17 спасено а свод напоминает при выходе на лед необходимо проявлять особую внимательность и осторожность надевать спасательный жилет и не выходить на водоем если толщина покрытия менее 7 сантиметров милицию обратилась бобруйчанка которая поверила обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете когда женщина поняла что имеет дело с мошенниками с ее счета уже ушло свыше 20 тысяч рублей вскоре о произошедшем узнала дочь заявительницы именно она убедила мать обратиться в правоохранительные органы следователями возбуждено уголовное дело 54-летняя женщина увидела в сети рекламу биржевых инвестиций перешла по ссылке и оставила заявку вскоре мессенджер с ней связался неизвестный который пояснил что для регистрации в проекте необходимо перевести 380 рублей на определенный счет отправив эту сумму она получила указание установить программу удаленного доступа зарегистрироваться в качестве пользователя и снова перевести деньги правоохранители напоминают чтобы не попасться на уловки аферистов не верьте обещаниям легкого и быстрого заработка в интернете любые онлайн сделки проводите только на известных официальных ресурсах отпетые охотники бобруйские природоохранники искали сети а обнаружили ружье и порох в середине февраля специалистам поступило сообщение жители деревни Новые Максимовичи Кличевского района незаконно хранят в доме сети в ходе осмотра предмет обнаружено не было зато у обоих нашли ружье порох и патроны мужчины пояснили раньше были охотниками теперь им придется отвечать по уголовной и административной статьям санкции предусматривают вплоть до лишения свободы и штраф до 30 базовых с конфискацией в дневной переполох в бобруйском районе горел дом ЧП случилось в деревне Рынья здесь в результате пожара уничтожена кровля по всей площади имущества обуглены стены и потолок что стало причиной возгорания специалистам еще предстоит разобраться благо обошлось без пострадавших Спасатели Бобруйска напоминают что продолжается отопительный период будьте особенно внимательны с теплогенерирующими аппаратами и печами не перекаливайте их и не используйте неисправные обогреватели в жилых комнатах домовладения установите автономные пожарные извещатели которые разбудят человека и спасут жизнь с начала года в Бобруйске произошло 12 пожаров эвакуированы 11 человек один погиб Осторожно дети в Могилевской области стартовала акция «Ребенок — главный пассажир» Святое правило любого водителя перед поездкой обезопасить себя и своих пассажиров Сотрудники госавтоинспекции организовали контроль за соблюдением перевозки несовершеннолетних пассажиров и призывают всех взрослых повысить степень своего внимания к детям на дороге Это была «Сирена» Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях Я Кристина Рьянс Увидимся через неделю